привет друзья сегодня будет видео орхидеях немножко есть о чем поговорить показать потому что долго ничего не снимала них и скажем так под накопилось камбрия отсвела еще не пересаживаю нужно будет пересадить цимбидиум давно уже стоит на окне северном и о нем я сделаю отдельное видео потому что есть о чем поговорить и что показать дальше буду показывать вам наверное вынимать каждый горшочек и показывать вкратце так это по малявочкам значит мои дендробиумы которые детки которые получала и распаковывала у меня есть видео благополучно растут прижились вот вот этой бульбочки отлетели листики тут было два листика торчало они отлетели но сама бульбочка классная и тут у него появился новый ростик также снизу появился листочек такой вот ростик ну по крайней мере видно что он растет и второй тоже зелененький бодренький этот ростик растет тут у нас все хорошо по деткам детки дендробиума так что маленькие но удаленькие дошли не были в каком состоянии можете посмотреть видео кто не видел по крайней мере выжили хорошо показываю вам свою макселярию которая выглядит вот так вот на старых бульбах у нее отпадают желтеют листики это нормально но зато у нас тоже есть движение видно что растет молодая бульбочка сверху так что макселярия тоже прижилась но если вытянуть сам горшочек сам стаканчик то корешков я ее недавно поливала корешков не особо видно там было прям аж много корней но зато видно что растение растет верхняя бульба в активном росте то есть она растет вверх и наращивает потом по моему даже 2 она поделилась на 2 1 2 коса такая поставлю на место все сразу следующий у меня ази капиталу справа видите темный рост значит за капиталом у меня заболел в тот момент когда я делала видео о своей променее они заболели одновременно и так понимаю что то у них был термический шок от высокой температуры и он цвел и вот этот вот рост правый из которого он цвел точно также потемнел очень резко и очень быстро потемнел она даже не успела засушить свой цветонос как следует вместе с цветоносами с цветами вот он стал таким темно-темно-темно-коричнево-темно-рыжим я как-то не снимала не было времени снять слева он пустил новый рост и я так понимаю чтобы отцветение так что из капиталом омолаживается отрастает также перенесла стертиану маленькую сюда потому что на том окне южном что-то она плохо себя проявляет не такой интенсивного роста мне хочется чтобы она быстрее росла но вроде бы растет но не так быстро как мне хочется а тут на этом окне очень хорошая влажность я смотрю что орхида им тут очень-очень нравится поэтому я малышку стертиану перенесла сюда так следующий это у нас твинкл анцидиум сейчас его вытащу ближе вот анцидиум твинкл который растет в такой вот системе у меня и будет свистеть вот у нас цветоносик с молодой бульбочки может быть еще где-то будет но пока не видно чувствует он себе прекрасно ему в кокосе очень нравится и системе как я называю на фитильном поливе так он себя чувствует шикарный кустик и очень-очень боюсь красиво когда он зацветет дальше там спряталась моя целогена крестата сейчас я тоже вижу вот такая она у меня стала красавица налитые яблочки у нее такие стали очень красивые бульбочки можно сравнить я найду картинку ставлю как она выглядела когда она только-только приживалась непонятное дело на приживалась у меня было мало корней а сейчас видно что растение хорошо укоренилась ему хорошо вот и было две или три бульбочки а вот и стала пять бульб прекрасных и сейчас у меня идет активная подкормка фосфорными удобрениями чтобы она закладывала знаю на весну может быть и зацветет может быть и нет посмотрим целогена меня тоже очень порадовала классное растение и очень нравится на северном окне там где окно немножко приоткрывается проветривается это все обдувается она классно себя чувствует я ее ставлю поближе к открытому окну так что мне еще на этом окне стоит это королевская орхидея старые цветоносы я отрезала хотела сначала намазать сделать детку потом передумала потому что лезет цветонос опять она хочет цвести она у меня цветет без остановки летом цвела очень очень долго и опять она выкинула цветоносу такая она на полокна огроменная к набирает цвет цикломен не очень пышно пока цветет но он начинает цвести так моя колотейка ее тоже перенесла на это окно потому что там я не хватало влажности на другом окне на меня стояла тут она у меня отходит папоротник он выпустил от росточки свежая а тот цикломен на кровь и у меня щитка не хочет цвести так то меня роза укореняется такая араукария очень красивая с круглой формы красивые очень красивое дерево так и у меня есть планы на сока вивье у него живой цветонос он его засушивает не хочет я хочу какую-то почечку тут у него есть такая хорошая почка где она вот я ее хочу активировать чтобы она дала дальше деточку растет он у меня во мхе очень нравится немножко перемешку скорой вот такая вот система посадки и вот так у меня стоит тоже кокос такая вазочка и будет опять вновь цвести моя лимонная орхидея пахучая набрала бутоны так что да будет цветение вот так выглядит эквестриц на сегодняшний день детка подросточек эквестрица вот такие у нас шикарные уже бутончики целая гроздь так что класс так это я уже пришла на следующее окно на южное и тут у меня sexy pink набирает бутоны больше ничего вести не собирается малявки так выглядят справа мини марк слева она врать и утка на стала черная птичка цвела уже отцвела чтобы лауренс дарвин и все остальное пока что там бегле все отдыхает и вот эту я недавно пересадила там тоже не знал что-то намечается типа деток время покажет так фиалочки мне вот так вот выглядят но не цветут хотя активно я их подкармливаем фосфорным удобрениям такие они у меня и цвести они у меня не хотят на балконе елочка коника вот такие были дела по орхидеи в общем кое-кто будет цвести кое-кто в отдыхе так что вот такие вот дела всем спасибо за внимание с вами была ирина всем пока пока